Это Бруклинский Боррохолл, который был мэрией Бруклина до 1898 года, когда Бруклин стал частью города Нью-Йорк. Боррохолл стоит на въезде в самую привлекательную часть Бруклина – район Бруклин-Хайтс. Бруклин-Хайтс – один из самых исторических районов Нью-Йорка. Он был основан еще во времена голландской колонии. Благодаря своему расположению на вершине холма с видом на Манхэттен и Гудзонов залив, Бруклин-Хайтс, который можно перевести как «бруклинские высоты», сыграл очень важную роль в американской революции. Во время драматической битвы за Бруклин именно здесь был штаб Джорджа Вашингтона, и отсюда он командовал своей армией. Район Бруклин-Хайтс стал первым пригородом Америки 10 мая 1814 года, когда Роберт Фултон, американский инженер и изобретатель, спустил на воду свой пригородный паром с паровым двигателем, пересекающий из Трива из Манхэттена в Бруклин, который мог вместить 200 пассажиров, груз и упряжки лошадей, чего нельзя было сделать до этого на судах с парусами и веслами. Всего за несколько лет Бруклин-Хайтс превратился в фешенебельный район, где до сих пор можно увидеть прекрасные образцы тех времен. Да, это настоящие газовые лампы. Вы легко заметите, что во многих старых зданиях входные двери и окна напоминают конюшни. Действительно, когда-то это были конюшни. А потом лошадей заменили люди, которые платят большие деньги, чтобы жить в бывших конюшнях. В Бруклин-Хайтс всего одна или две большие улицы с множеством магазинов, ресторанов и уличных кафе, которые в теплые солнечные дни заполнены семьями местных жителей и туристов. Но я думаю, для этого вам понадобится температура на несколько градусов выше, чем сегодня. Некоторые здания Бруклин-Хайтс могут помнить проходившего мимо них Авраама Линкольна и даже Джорджа Вашингтона. Практически у каждого старинного дома, который вы видите на тихих и спокойных улочках, есть красивый задний двор. В конце концов, это был не Нью-Йорк, это был пригород Нью-Йорка. Хотя Бруклин-Хайтс имеет богатую историю и множество красивых домов из дерева, кирпича и камня, есть еще одна причина, по которой многие люди хотели бы жить здесь, если бы они могли себе это позволить. И это расположение Бруклин-Хайтс прямо на берегу Ист-Ривер напротив Манхэттена и потрясающий вид со знаменитого променада Бруклин-Хайтс. Это тот самый променад. Попробуйте угадать цены на те старые дома справа от променада. Кстати, я слышал, что один из особняков сейчас продается за 40 миллионов долларов. На мой взгляд, эти дома не такие уж привлекательные, во всяком случае, внешне. Но, с другой стороны, представьте себе, что вы просыпаетесь в своей спальне, и даже не поднимая голову с подушки, видите вот такую панораму. В 1883 году был построен Бруклинский мост. Первый мост между Бруклином и Манхэттеном, и район Бруклин-Хайтс стал еще более доступным в плане транспорта. Лично я предпочитаю парки, когда они зеленые и когда тепло. Но этот парк перед Бруклинским мостом и Бруклин-Хайтс красив даже тогда, когда он покрыт снегом, что в Нью-Йорке случается не так уж часто. Можете ли вы представить себе что-то более романтичное, чем сидеть на этой скамейке и наблюдать закат солнца за статуей свободы и небоскребами Манхэттена? Или звонить в этот очень громкий оранжевый колокол и пугать соседей и чаек? Или устроить здесь пикник, когда нет снега? Для меня, наверное, еще более романтично убежать от шумной толпы и дыма барбекю на очень тихие улочки этого очаровательного района Бруклин-Хайтс. Субтитры создавал DimaTorzok